Рейтинг 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 Уменьшились на 11,1 миллиарда гривен в эквиваленте, то есть практически на 1,5 миллиарда, ну не на 1,5, там меньше, больше чем на миллиард долларов в эквиваленте у нас уменьшились валютные кредиты сначала было, то есть население погасило эту сумму. И увеличились на 3,9 миллиарда гривен в эквиваленте, увеличились валютные вклады. Приветствую, конечно. Приятно было бы, если бы здесь у нас сидели еще три представителя международных рейтинг-агентств, потому что даже если взять по пресс-релизу, просто объективно, не без всяких политики, и просто пройтись исходя из того, что там изложено. При том, как бы, абсолютно мы правильно сказали, что когда идет ссылка непосредственно на местные СМИ, то, ну как вам сказать, все-таки мы относимся к профессиональному уровню оценки кредитного риска страны, потому что рейтинг это кредитоспособности государства Украина. То бишь, в данном случае мы говорим о том, что страну оценили таким образом, да, притом с неточностями, без определенного визита. Ну, опять же, нельзя критиковать, потому что в данном случае как бы сложилась уже определенная, скажем так, историческая, скажем, поведенческая модель рейтинга-агентств. Наверное, все прекрасно знаете, что у нас сегодня в мире не существует практической конкуренции в рейтинговой деятельности. Существует три ведущих рейтинга рейтинга, которые абсолютно, скажем, вписаны во всю иерархию структуру всех заимствий, всех субъектов, которые в мире существуют, да. Допустим, если это евробонд, это, допустим, по фабрикаторскому стандарту, обязательно условия наличия рейтинга. Если это, допустим, международный финансирование тоже. Вопрос не говорится, какая именно компания, да, говорится о том, что он должен быть. Оценка риска, допустим, по базы, то же самое. При этом, как бы, конечно же, очень сложно на сегодня, скажем, выйти с комментариями и критиковать деятельность агентства. Просто не в агентстве, а в том, как мы воспринимаем, скажем, информацию, или как мы ее читаем, или как к этому относимся. При этом я бы хотела обратить внимание, что этот вопрос уже сегодня не только становится, как бы, для стран, которые развивают все страны, такие как наше государство Украина, это уже становится вопросом, как бы, таких мощных стран, как европейских стран, Европейского Союза. И уже, как бы, не представляю, отдельный вопрос, отдельным вопросом рассматривался 10 сентября на Генеральной Ассаблее ВООН рассматривался этот вопрос. Наши представители тоже были не посреди на этом заседании, где, как бы, я бы, знаете, если бы у нас сейчас было время зачитать полностью выступление и представитель этого Верхкомиссии, там ответы на все вопросы. Потому что сегодня, увы, к сожалению, увы, к сожалению, на сегодня, скажем так, именно таким выводом или экспертным мнением, по-другому нельзя назвать, скажем, решение определенного комитета или компании, влияет на очень многие процессы. Стоимость заимствования, да, вот, как бы, если даже объективно оценивать, что происходит, да, вот, когда все говорят, Украина не способна, не в состоянии, да, но при этом мы понимаем, что у нас очень небольшой объем рыночных непосредственно, как бы, наших обязательств, которые на внешних рынках сегодня обращаются.